Кстати, стоит сказать, кто такой сам Блэс-Паскар. Это человек абсолютно фантастический. Я примерно полгода назад перечитал его биографию и с удивлением узнал, что именно он изобрел тачку. То есть ту самую садовую тачку, одно колесо, знаете? Да. Чтобы на дачном участке или на стройплощадке возник тяжести. Оказывается, это изобрели не в древности, как я думал. И вообще не в какой-то древности. А это произошло в 17 веке. Это сделал математик Блэс-Паскар. Более того, тот же самый Паскар в 1650 каком-то году изобрел общественный транспорт. Вот автобусы, да? А именно, конечно, тогда никаких автобусов не было. По Парижу ездили конные экипажи. Так вот, именно Паскар в беседе с королем выдану простую идею. Давайте пусть конные экипажи ходят по расписанию, то есть по своему маршруту. Тогда не нужно будет людям искать, кто бы их мог подвезти. И наоборот, тем, кто работает на этих перевозках, не нужно будет гоняться по всему Парижу с пассажирами, а они будут вдоль своей трассы ездить. Эта идея ровно с этого момента осуществлена была, и общественный транспорт по всей идее существует. Блэс-Паскаль изобретатель общественного транспорта. Его отец был математиком. И маленького Паскаля он возил на заседание кружка Мерсенна. Так, на всякий случай, поднимите руки, кто знает, что такое кружок Мерсенна. Ага, никто не знает. Тогда об этом стоит рассказать. Самое начало, самое-самое начало 17 века, Париж. Оббатка по фамилии Мерсенна придумал простую вещь. Он стал переписываться со всеми учеными и спрашивал каждого о его отритех. Пока все понятно? Да. Ну, вас знаете, человек написал письма всем ученым. Сейчас это, конечно, невозможно. И стал делать еще простое дело. Когда он получал сообщение о каком-то научном результате, то этот самый результат переписывал и рассылал всем ученым, которые занимались примерно тем же самым. Казалось бы, это была деятельность такая малоосмысленная. Ну что, получил письмо от одного, переслал другому. Однако, заметьте, ровно из этого шкафа Мерсенна возникло то, что сейчас называется Академия Наук. Парижская Академия 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 Наук возникла благодаря Мерсенну. А в его кружок ходил маленький мальчик, Блэс Паскаль. Это чему соответствует? Тому, что вы сейчас, вот ровно сейчас, были бы не на Малом Бехмате, а на сессии Академии Наук. Причем, заметьте, даже не нашей страны, а всего мира. Потому что тогда на самом деле Париж был центром научной жизни действительно всего мира. Маленький мальчик там сидел, и оказывается, что ему никаких проблем с ранним развитием не было. Он в 16 лет доказал свою первую геометрическую теорему. Совершенно замечательную, очень красивую, не буду я сейчас показывать, но потрясающая теорема о шестиволике писанных в окружности. Что еще интересного с ним связано? Это человек, который изобрел первую в истории работающую учислительную машину. Так называемое Паскального колесо. Смотрите, когда вам нужно сложить два числа, то что вы можете сделать? Вы можете эту имитацию делать механически. А именно, взять две шестеренки. Когда одну прокручиваешь на несколько отделений, другую прокручиваешь на несколько отделений, сделать, чтобы там вместе они же накрутили что-нибудь другое, и таким образом можно пытаться при помощи шестеренок и такого типа вещей механически сделать сложение чисел. Но нужно ведь, чтобы этот прибор работал. Так вот, если вы сейчас попытаетесь сделать этот прибор, то несмотря на то, что у вас есть у многих, то есть мобильный телефон наверняка у всех есть, да, которые делают огромное количество учительных операций, аккумулятор есть на любом мобильном телефоне, и так далее, и так далее, тем не менее, если вы попытаетесь сами что делать, уверяю вас, ничего не получится. И у Паскаля тоже ничего не получалось. Несколько лет экспериментов, он перебирал всевозможные материалы, бронзу, даже кости, слоновые бивни, медь. Разные эксперименты делал, но он сумел сделать машину, которая оказалась действительно полезна для учислений. Он это сделал не для благоства. Отец Паскаля зарабатывал на жизнь тем, что почислял. То есть делал конкретные числовые расчеты для разных надобностей, просто по заказу почислял. Так вот, он облегчил работу отца. Он создал очень много... То есть это было поставлено на поток производства, была мастерская, которая делала эти самые Паскалевые почтительные машины, и даже до нашего времени дошло несколько штук. А вы понимаете, сколько их надо было в 17 веке наделать, чтобы в 20-м, в 21-м веке еще были... Ну, разумеется, уже в музеях, никто на них сейчас считать не собирается, но тем не менее, дошли до нашего дня. Дальше. Что? А вы хотите собрать какие-то университеты, которые выбирали, там, в Танисе, да? Ну, знаете, каждый человек должен о себе думать хорошо. Конечно, я тоже хотел бы думать... Это же все вопросы конкретного времени. Для того времени это было абсолютно гениальное открытие. Что такое вы могли бы... Сейчас у меня есть возможность просто, извините, взять книжку, а там нарисована эта схема. Что такое я? Я, в смысле, вот так вот меня, значит, руки скрутить, ноги скрутить на необитаемый остров, и там, нет, не смог бы. Я, если меня пустить в библиотеку и дать мне возможность, так сказать, заказ и отправить его в мастерскую, безусловно, смог бы я очень быстро. Вопрос, какими возможностями мне можно пользоваться? Если мне можно пользоваться всеми мастерскими, какие есть в Москве, да запросто. Понятно, да? Пошел в мастерскую металлоремонта, принес им чертеж из библиотеки, они сделают. Если же нельзя это делать, то есть, если я буду как ремензон Крузо, ну, наверняка нет. Потому что, вообще-то, Паскал был не ремензон Крузо, он пользовался достижениями техники его времени. Так вот, что еще замечательного я могу сказать о Паскале? Это создатель физического закона. Я не знаю, слышали или нет. Ну, значит, еще в школе будете учить. В школе будете учить. Это человек, который написал веселую книжку против ордена иезуитов. Там забавная была история. Иезуиты – это был орден, который прорвался к власти. И Паскаль написал про них, ну, цитерическую книжку. Его объявили, ну, издал ее, разумеется, просто сиртонимом, потому что иначе бы ему не жить. Его объявили в розыск. По всей Франции за ним гонялись. И дальше, внимание. Ровно в то время, когда он был в этом самом розыске, он беседовал с королем и создал общественную транспорт. И до самого последнего дня он так и остался не вскрейдом. В общем, ребят, этот человек действительно совершенно удивительный. Разумеется, треугольник придумал у него. Разумеется, треугольник Паскаля был известен задолго до Паскаля. Но Паскаль был первым человеком, который написал книжку об этой треугольнике. Да? Кто придумал треугольник Паскаля? А я не знаю. И я думаю, что уже никто никогда не узнает. По очень простой причине. Я думаю, что мысль взять и написать число, взять и написать число, потом сложить. Вам не кажется, что это мысль очень естественная? Мысль абсолютно естественная. И поэтому вообще любое настоящее открытие, оно, разумеется, производится много раз. Потому что объект этот настолько важен для математики. Я сегодня объясню, почему он важен. Объект этот настолько важен для математики, что его не могли не открыть. Я поэтому и говорю, что не думайте, что Паскаль ценил тем, что он написал так чисто. Нет. Но он об этом в первую книжку. Он в теории вероятности, которую он тоже приложил Богу, это использовал. И главное, он был действительно великий человек. Я, кстати, еще еще перечислен из того, что он сделал. Он действительно настолько большой для суббот в науку, что абсолютно правильно, что вот такой фундаментальный, совершенно замечательный математический объект назван именно в честь этого человека.